Студентка педагогического университета Юлия Замальдинова стала победителем Всероссийского конкурса цифровых технологий «Умник электроника». Крепким рублем на притворение идей в жизни эксперты оценили образовательное устройство с названием «Поиск девятого». Его появление уже ждут в некоторых развивающих дошкольных центрах города. Электронный планшет, на который накладываются обучающие карточки, девайс предлагает решить интеллектуальную задачку. В своем устройстве Юлия Замальдинова смогла соединить аналог и цифру. Электронная развивалка полностью лишена всех опасностей современных гаджетов. Новизной технологичностью и изобретения студентка смогла убедить экспертов фонда «Содействие инновациям». Пришла такая идея разработать именно такое средство, средство обучения, чтобы дети могли собственноручно потрогать бумагу. То есть у них идет именно контакт с бумагой, то есть с бумажным носителем. Они берут, у них развивается моторика рук, они берут, они ставят, они выбирают, они анализируют. Они видят, что у них загорается индикатор и в какой-то степени идет именно развитие их. Девайс предназначается для детей дошкольного возраста. По задумке с его помощью можно будет развивать логическое мышление и другие когнитивные способности ребенка. Идея проекта у будущего педагога родилась и обрела внутреннее наполнение в конструкторском бюро педагогического университета. Так как мы занимаемся в педагогическом университете, сами педагогами являемся, то нам интересна область образования. Вот мы видим, где какие-то недостатки в образовании, где-то что-то можно улучшить. Поэтому наши проекты направлены именно на такие образовательные цели. В формате факультатива основы радиоэлектроники и конструирования здесь постигают студенты абсолютно разных факультетов. Желание облегчить и дополнить образовательный процесс собственными устройствами, те как технологиям и инновациям. И есть главный пропуск в лабораторию. Та победа в конкурсе, которую Юля принесла нашему ВУЗу, это, конечно, системная работа и системная работа всего коллектива. Мы активно занимаемся и продвижением, и совершенствованием наставничества, совершенствованием внутри ВУЗа, поскольку очень важна последовательность и преемственность и научных исследований, и преподавательская деятельность, чтобы опытные преподаватели, опытные исследователи передавали свои знания, свои умения подрастающим поколениям, молодым студентам, преподавателям, которые, мы надеемся, будут работать и у нас в ВУЗе. Ну и если даже не останутся в ВУЗе, то пойдут работать по педагогическому направлению своей деятельности. На создание прототипа Юлия получила 500 тысяч рублей. Впереди два года превращения идеи в рабочее устройство. И, возможно, сегодняшние дети будут учиться по уже знакомым взрослым карточкам, только в новом электронном формате. Олег Тюрин и Александр Абрамов. Вести. Ульяновск.